Первое, второе и компот. В 10 детском саду время обеда. В меню сегодня щи с мясом и картофельное пюре с котлетой и свежими овощами. Питание детей в дошкольных учреждениях подчиняется единым требованиям сампина. На их основании составляется и утверждаются заведующими 10-дневное меню, индивидуальное для каждого садика. Блюда в нем должны быть не только вкусными и питательными, но и сбалансированными. В рационе детского сада нет привычных для многих семей полуфабрикатов. То есть мы работаем на сырье, это мясо, птица, включая индейку, яйцо, рыба. У нас осуществляется внутренний контроль привезенных продуктов. В первую очередь это проверяется сопроводительная документация, маркировка, внешний вид продукта. Особое внимание мы уделяем молочной продукции, поскольку это короткий срок хранения. И в этом году мы инициировали лабораторные исследования на предмет фальсификации, чтобы не было наличия жировых смесей. Стоимость питания включена в родительскую плату и составляют большую часть этой суммы. Стоимость дневного рациона одного дошкольника установлена в районе 108 рублей. Продукты ежедневно дорожают, но качество питания снижать нельзя, как и уменьшать размер порций. На сегодняшний день выполнение нормы по основным продуктам питания снизилось со 100 до 95 процентов. Единственный вариант увеличения расходов, а следовательно рост родительской платы. В администрации города на согласовании находится постановление об установлении размера родительской оплаты с 1 января 2020 года. Повышение будет незначительное на 93 рубля, что составляет в среднем 4,2 процента. И стоимость родительской оплаты с 1 января составит 2312 рублей. Повышение родительской платы – мера ежегодная. Расходы на питание увеличивают с учетом коэффициента инфляции. На этот раз прибавка в полном размере пойдет на улучшение питания малышей. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.